Добрый вечер, это радио Финам ФМ, частота 99,6, в студии Роман Бубаян. Сегодня мы в очередной раз изменили сетку нашего вещания, и вместо программы «Револьвер», которая выходит в это время, мы начинаем вещание нашего информационного канала, и, естественно, главная тема, которую мы будем сейчас обсуждать на протяжении почти двух часов, это событие на Украине. Начну с последних новостей. Жертвами массовых столкновений в Киеве стало около 50 человек, а возможно, даже больше, заявила сегодня украинский омбудсмен Валерия Лутковская. В свою очередь, Министерство внутренних дел Украины говорит о том, что неизвестна судьба почти 70 военнослужащих внутренних войск, которых захватили экстремисты МВД Украины. Напоминает, что для освобождения своих коллег правоохранители имеют право применить все способы, предоставленные им законодательством, в том числе и оружие. Во время нападений радикально настроенных протестующих на работников органов внутренних дел было захвачено 67 военнослужащих внутренних войск МВД Украины. Их состояние, их здоровье и дальнейшая судьба пока неизвестны. Буквально несколько, некоторое время назад глава МВД Украины Виталий Захарченко подписал приказ о выдаче боевого оружия правоохранителям. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ведомства, и об этом же сам Захарченко заявил в эфире нескольких телевизионных каналов. Он говорил следующее. Они утверждают, говорит Захарченко, что не имеют отношения к радикалам, но сами подстрекают на наступление, а затем не в состоянии их контролировать. Это уже он, судя по всему, говорит про лидеров оппозиции. Глава МВД потребовал от экстремистов сложить оружие и не продолжать кровавое противостояние. Еще из последних новостей. Реакция России на события на Украине. Сегодня с соответствующими заявлениями в начале еще днем выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. У нас есть, собственно, пленка. И через некоторое время мы поставим... Вы услышите заявление российского премьер-министра. А вот самые последние новости. Президент России Владимир Путин по просьбе главы Украины Виктора Януковича отправляет в Киев бывшего омбудсмена Владимира Лукина в качестве посредника на переговорах с оппозицией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Януковичем, в ходе которого президент Украины предложил главе российского государства направить в Киев российского представителя для участия в переговорном процессе с оппозицией в качестве посредника. Объясняя, почему выбор пал именно на Лукина, Песков говорит следующее. Как известно, Владимир Петрович обладает богатейшим опытом дипломатической службы, значительным авторитетом среди правозащитников, возглавлял в свое время крупную оппозиционную партию в России. А украинская коллега Лукина Валерия Лутковская заявляет, что по состоянию, значит, как я уже говорил, на сегодня, по имеющейся у нее информации, погибло около 50 человек. Но есть информация, что жертв значительно больше госпитализированной сотни людей. По ее словам, ни один международный стандарт не позволяет правоохранителям вести огонь на поражение для прекращения массовых беспорядков. Наоборот, говорит Лутковская, международные документы призывают к минимизации ущерба в результате применения силы. В противном случае такие действия являются преступлением. Она призвала немедленно прекратить кровопролитие для сохранения человеческих жизней. И еще несколько новостей. Главы Министерства иностранных дел стран Евросоюза в эти минуты обсуждают санкции против Украины без министров иностранных дел Франции, Германии, Польши, Польши. Заседание уже началось. Министры уже предоставили информацию высокому представителю ЕС Кэтрине Эштон и готовы предоставить дополнительную информацию, если в этом будет необходимость. А сами главы Министерства иностранных дел Франции, Германии и Польши находятся в Киеве. Лоран Фабиус, Франк Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский приехали в украинскую столицу для встречи с властями оппозиции. И в Брюссель, естественно, на это заседание не поехали. Как ожидается, в ближайшее время начнется заседание и после встречи трех министров Франции, Германии и Польши с украинским руководством и с представителями оппозиции, может быть, они сообщат некоторые подробности и участникам этого заседания в Брюсселе. Но, тем не менее, мы знаем реакцию Евросоюза, знаем реакцию отдельных государств. Они, естественно, всю вину возлагают на президента Януковича. И уже еще вчера было заявлено о том, что будут применены точечные санкции. И эти точечные санкции действительно были применены, по крайней мере, со стороны Соединенных Штатов. Наш президент Владимир Путин, кстати, по этому поводу заявил, что Евросоюз и Соединенные Штаты для того, чтобы действительно показать свою заинтересованность нормализации ситуации на Украине, должны отказаться от обвинительных интонаций в адрес украинских властей. И Кремль, я еще раз подчеркнул, настаивает на том, что виноваты в обострении ситуации на Украине именно представители оппозиции. Вот так вот вкратце выглядит сегодня ситуация на Украине. Можно, в зависимости от политических пристрастий, называть все то, что мы наблюдаем сейчас на улицах Киева, или же восстанием, или же проявлением народного гнева, или же попыткой государственного переворота, вооруженного мятежа. Но вот там действительно стреляют, там есть погибшие, там есть ранены, и конца этому процессу не видно. Власть, судя по всему, не собирается, может быть, просто не может предпринимать какие-то более решительные действия для нормализации ситуации. О том, что происходит на Украине, мы будем обсуждать с нашими экспертами, как я уже сказал, на протяжении двух часов. Один из них уже с нами на связи. Но перед тем, как вывести его в эфир, назову наш телефон в студию 6510996. Еще раз, 6510996, код города Москвы 495. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Очень интересно будет послушать, что вы думаете о том, что происходит на Украине. Теперь первый эксперт Павел Светенков. Павел, добрый вечер. Добрый вечер. Да, Павел, вы нас слышите хорошо, да? Да, хорошо. Отлично, да, значит, связь хорошая, потому что мне показалось, что какие-то помехи. Павел, как вы думаете, я не буду говорить, что там сейчас происходит, не буду спрашивать у вас, что там происходит, это понятно, что там происходит. Давайте поговорим о другом. Давайте поговорим, какие возможны варианты дальнейшего развития ситуации, что, собственно, можно ждать в ближайшее время. Ну, самый мягкий вариант развития ситуации это формирование оппозиционного правительства при Януковиче, полностью лишенном всяких полномочий и объявление досрочных президентских выборов. Что значит при Януковиче, полностью лишенном полномочий? Что это такое? Оппозиция требует возвращения к Конституции. Конституции 4-го года, так. А согласно этой Конституции полномочия президента были крайне урезанные. Но я думаю, с учетом того, что сейчас происходит, их урежут еще больше, потому что по Конституции 2004-го года президент контролировал силовиков, а в нынешней ситуации, понятное дело, что для оппозиции это совершенно неприемлемо. Павел, давайте сразу уточним. Если я не ошибаюсь, по Конституции 2004-го года, в соответствии с этой Конституцией, президент назначал главу службы безопасности Украины, он назначал министра обороны. И министра иностранных дел. А министра внутренних дел нет, да? Министра внутренних дел нет. Он просто входил в пакет нашей Украины в какой-то момент, и поэтому Ющенко его тоже назначал. Но он назначался в рамках договоренности внутрепарламентских, а не в рамках президента. Ага, и все остальное было под контролем у правительства, правильно? Совершенно справедливо. И вот к этому варианту они сейчас и ведут, да? Ну, думаю, что это уже самый мягкий вариант, потому что вполне возможно, что оппозиция будет добиваться и прямого свержения Януковича, потому что сейчас уже, конечно, противостояние в центре Киева пришло в открытую фазу. И не власть может применить армию и силу, и оппозиции пока нет, в общем-то, возможности свернуть власть. Понятно, что долго такое состояние продолжаться не может. И что? Ну вот оно долго не может, да. И что нам ждать? Эти не могут, и те не могут, и дальше что? До бесконечности будет продолжаться то, что мы сейчас видим? Я думаю, до бесконечности это, разумеется, невозможно. Цивилизованный вариант выхода из кризиса – это досрочные выборы, скорее всего, и в Верховную Раду, и президента. Потому что понятно, что Янукович очень сильно ослаблен, и непонятно, кто является его сторонниками. Депутаты постепенно покидают фракцию партии регионов, и поэтому, конечно, он в очень сложной ситуации держится буквально на волоске от политического краха. Хорошо, а давайте тогда поговорим по поводу России. Вот как вы думаете, что можем сделать мы, и какой бы вариант развития ситуации на Украине был бы нам предпочтительнее всего? Ну, естественно, нам бы было предпочтительнее, если бы Украина присоединилась к таможенному союзу, но сейчас об этом... Об этом не говорим, да, не говорим. Поэтому для России было бы хорошо хотя бы сохранение статус-кво на Украине, то есть нейтралитет Украины и не вступление ее в союз, с Европейским союзом в ассоциацию. Но, опять-таки, это тоже под большим вопросом, потому что оппозиция изо всех сил тянет Украину именно в этом направлении. Поэтому, к сожалению, мне кажется, что хорошей игры сейчас зарастил на Украину я пока не вижу. Ну, а если, допустим, допустим, я не знаю, ну, гипотетически, хотя я, конечно, в это не особо верю, если предположить, что Украина действительно может разделиться там на Запад и Восток. Кстати, сегодня там британские каналы, например, да, они уже показывают карту Украины, разделенную на две части, да. Голубая часть — это Запад, и называется Ukrainian, и правая часть, закрашенная желтой краской, написано Russian. И вот, да, возможно такое? Ну, честно говоря, такой вариант геополитического раздела Украины был бы позитивен для России, потому что понятно, что следующим шагом Украина не только в ассоциацию с ЕС вступит, но и в НАТО. Честно говоря, непонятно, есть ли достаточная сила воли у российского руководства, чтобы пойти на такой сценарий, потому что, естественно, это сценарий силовой, это сценарий жесткого столкновения с Западом, это сценарий жесткого геополитического противостояния. Непонятно, готовы ли российское руководство на подобное. Вы думаете исключить, то есть только война? Через войну это возможно? — Ну, мирным путем это возможно, естественно, через референдумы и тому подобное, но для этого нужно, чтобы на Востоке было серьезное движение за присоединение к России, а пока мы такого движения не видим. Восток безмолвствует, мира, в общем-то, серьезной поддержки нет. — А вот это да. Павел, спасибо большое, это был Павел Светенков, российский политолог, и у нас есть уже второй, собственно, эксперт, он уже на линии, как мне подсказывают наши редакторы, это Вадим Юрьевич Карасев, он находится в Киеве. Вадим? — Алло. — Вадим, Вадим, да, слышно меня? — Вадим, да-да-да, я слушаю, я работаю. — Да, добрый вечер, да, Вадим, давно не виделись, да. Вадим, Вадим, скажите, пожалуйста, вот что видите вокруг себя, как говорится, что происходит в Киеве? Так, немножечко, несколько минут нашим корреспондентам. — Ну, вокруг вообще пустой Киев, я живу в центре, вот смотрю из окна, бульвар Шевченко, ну, почти пустой. — Вообще никого нет? — Да, люди стараются быстренько куда-то прошмутануть, ну, машины еще ездят так, одинокие, одиночные такие выезды, но вообще такое очень напряжение большое. — То есть в воздухе, в воздухе вот это вот все, да, витает? — Да, витает воздух. — Да, висит, висит прямо, оно висит, знаете, как топор. — Я понял. Вадим, ну вот смотрите, мы с вами говорили там несколько месяцев назад, да, причем не один раз, говорили о том, к чему может привести вот это состояние на Майдане, да, и мы с вами не обсуждали вариант того, что все это может превратить в Майдане. — Ну, виноваты всегда политики, если люди стреляют, если они ищут политику на улице, значит политика не выполняет свои функции, политики не выполняют свои задачи. — Не уступались, не опережали людей во своих решениях, а люди оказались упорными, видите, они отстаивают, особенно вот западная Украина, центрально-западные регионы Украины, которые съезжаются на Майдан, они отстаивают национальный дух, страну, независимость. Многие рассматривают власть регионов, партии регионов Януковича как чужую, не свою, но это не значит, что, в общем-то, противостояние носит межрегиональный характер. Тут накопилось глубок проблем социальных, экономических, национальных, геополитических, ну, вот этот весь клубок настолько сейчас завертелся, закрутился, что гибнут люди. Ну, сейчас, вот, я думаю, сегодня, завтра, это дни, когда наступит развязка. — То есть момент истины такой, да? — Да, да, это уже кульминация, кульминация вот такой самой горячей фазы и самой сложной фазы вот этой всей украинской драмы, украинского кризиса или украинского апокалипсиса, как угодно можно дальше умножать вот эти все эпитеты и номинации. — Чем закончится, Вадим? Чем закончится, как вы думаете? — Я думаю, закончится так, что силовой сценарий, ну, нет, нет сил для того, чтобы действовать силой. — У Януковича? — Кстати, это не Россия. Монополия нет, в стране нет, в Украине нет государства, которое могло бы обладать достаточной монополией на насилие. Тем более, когда уже, точнее, эта монополия, она размыта некоторыми такими радикальными частями Майдана, там, правый сектор, у которых тоже есть оружие, алганцы, и просто так не взять. Это значит, будет кровь. Тем более, что вертикаль, вот эта силовая, она тоже сейчас размывается. И вообще у власти растерянность. Вы же слышали заявление Лубковской. Вот она же как бы близка к власти. Значит, она практически дезавуирует указ или приказ министра внутренних дел. — Да-да-да, он говорит о том, что они могут применять оружие в соответствии с законом Украины, а она говорит, что ни в коем случае, потому что это будет расцениваться. — Да-да-да. — Значит, вот эта ситуация, она характерна для власти в целом. Там разные группы, фракции, потому что бизнес интересный. Тут клубок, тут финансовые санкции со стороны Запада. Западные министры здесь. Это, конечно же, окрики из Москвы тоже, или телефонные звонки. Вот это она сама эту власть эту дергает. Она в раздрае не знает, знаете, в позе такого сла не знает морковку или сено выбирать. — Ну да. — А время уходит, и, конечно же, люди начинают саморганизовываться, укрепляется Майдан, стекаются люди на Майдан. Ну, что толку, что Киев фактически заблокировали. Люди просачиваются через леса. — Да не, ну это смешно, что значит заблокировать многомиллионный город. Это невозможно. Если не могли заблокировать одну улицу Грушевского, к которой там 3-4 улицы подходят, как они заблокируют Киев? Это нереально. — Нереально. — У меня такой вопрос. А почему власть не могла, допустим, вот раньше, да, предвидеть, что вот такой вот, может быть, собственно, сценарий, что начнут вооружаться, что начнут гибнуть люди? Почему нельзя было раньше применить, я не знаю, ну, более, там, быть более решительным, применить какие-то действительно силовые действия для того, чтобы все это закрыть, а потом уже решать там это за кругом столом переговоров? Есть какие-то силы у господина Януковича вообще в принципе? Или он просто вот сидит там, называется президентом, и кроме Беркута ему и рассчитывать Янукова? — Ну, это действительно так, кроме Беркута ему рассчитывать не оказывается. Видите, вот милиция там в регионах, она уходит из влияния власти и переходит на сторону народа. Очень большое давление людей. — Армия? — Это родственники, особенно на Западе. Армия в Украине, это же не российская армия, понимаете? У нее не было опыта военных действий боевых. Она всегда была в постоянном процессе реформ. Так ее меньше и меньше становилось. Ну, что там говорить об армии, боеспособности? Вот, например, вчера блокировали некоторые части военные на Западе Украины. А там же служат ребята с Западной Украины. — Ну да, ну да. — Пацаны по 18 лет. Ну что можно ожидать от них? Это хорошо, потому что все-таки это дает шанс на то, чтобы будут найдены политические методы выхода из кризиса. Так вот, что мы сейчас имеем в Киеве. Верховная Рада собирается. Она сейчас идет в регистрацию, собирают кворум. Там уже появилась часть депутатов под партией регионов. Не все депутаты. Я думаю, следующий алгоритм будет избран. Первое. Можно принять акт о возвращении Конституции 2006 года. Но это только первое. Это как бы общая рамочная, как бы, позиция. Рамочное решение. Второе. Спикеры, постспикеры могут проголосовать за нового спикера Верховной Рады. Это может быть представитель от оппозиции. Это два. Третье. Может быть сформировано не коалиционное, не парламентское, не оппозиционное правительство, а правительство совместной ответственности. Это правительство национального единства с участием всех политических сил. И премьер-министром может быть либо кто-то от оппозиции, там, например, Десунюк, либо нейтральный человек, либо который ближе к власти, либо технарь. Такое временное переходное правительство, которое займется экономикой, обеспечит политические условия для проведения выборов. И вот в этом режиме страна доживет до 2015 года, да? Да, она доживет до лета, начала осени 2014 года. Надо принять новый закон о выборах Верховную Раду. Раз люди не слушаются политиков, вот вы говорили о том, почему у власти ничего, почему она недооценила. Да потому что она вела переговоры с официальными лидерами оппозиции, с которыми она привыкла вести переговоры. А Майдан вышел, он начал жить своей жизнью, там появились уже свои лидеры. И их надо было за круглый стол, понимаете, или за стол переговоров тоже привлечь туда и начинать с ними переговоры. А пока вели переговоры с Кличко, Тягныбоком и Яценюком, там выросли новые лидеры, которые не всегда слушаются. Поэтому оппозиция может идти на компромисс, но гарантировать этот компромисс. Она тоже не всегда в состоянии. Да, его реализация, да. Раз политики сегодня не могут заставить слушать, не просто слышать, а слушать Майдан, значит нужны новые парламентские выборы по новому закону. На пропорциональной партии, на основе вернуться к этому закону. Провести эти выборы. А затем и досрочные президентские выборы. Януковичу нечего бояться. У него ни парламентских, ни президентских выборов. У него есть стабильное, скажем так, электоральное ядро. Восток? На востоке Украины. Вадим, Вадим, вы сейчас это серьезно, да? Нет, нет. Вы уверены в том, что у него есть действительно вот такой вот, как говорится, константа людей, которые готовы, несмотря ни на что, за него голосовать? Да, потому что в Востоке голосуют не столько за Януковича, сколько против чужих. Я понял. Последние исследования, они показали, что люди голосуют, либо не голосуют, одобряют, либо не одобряют, не потому что кто-то плохой или хороший, а потому что он свой, либо чужой. Вот Майдан не поддерживают на востоке Украины не потому, что они против Майдана, а потому что Майдан поддерживают больше западную Украину и центрально-западную Украину. Ну да. То есть у него остается еще ядро, это электоральный коридор примерно 18-23%. Но он все равно эти выборы проигрывает, все равно проигрывает, в любом случае. Ну хорошо, но парламентская республика уже. Ну да. Парламент-то полномочия. Ну да. Ему главное сейчас сохранить свое электоральное ядро, сохранить партию регионов, отмобилизовать ее. И в конце концов ничего страшного нет. В конце концов это же лучше, чем идти на риск кровопролития. Или, если не получится силовой сценарий, Майдан может пойти в наступление. Там тоже есть вооруженные, я бы так сказал, самообороны, есть правый сектор, который готов пойти в наступление и взять штурм. И что тогда, Януковичу переезжать в Харьков, куда зовет его харьковский губернатор, там столицу обустраивать? Так Донецким это невыгодно. Я вам скажу почему. Донецким федерация невыгодна. Но это будет раскол. Это будет раскол. Если он туда переезжает, Харьков, столица, а у этих столиц будет Львов или Киев. Вот и отлично. Но Януковичу это невыгодно. Знаете почему? Потому что Восток Украины будет под сильнейшим влиянием России. А России не нужен Донецкий клан. Тогда уже вырастут другие политики. Там Харьковский клан будет заправлять. Да, это сложно. А у Януковича, понимаете, вот какая ситуация. Его и на Западной Украине не принимают. Но и Восток Украины под крылом России. При ставке России на Харьковскую элиту в Донецке тоже нечего делать. Поэтому федерация это не выход для него. Это они тоже прекрасно понимают. Поэтому выборы. Выборы. Единственная история. Я понял, Вадим. Спасибо. Получается он затягивал, затягивал, тянул время. Все отмечали эксперты, что единственное, что он делает, это он тянет время. И в итоге сам себя загнал в ловушку. Да. Спасибо. Это был Вадим Юрьевич Карасев из Киева. Теперь у нас на связи Андрей Садовый. Это мэр города Львова. Западная Украина. Перед тем, как мы выведем его в эфир, я буквально его же собственные слова процитирую сейчас в эфире. Мэр Львова призвал львовян снять маски, а также попросил родителей убрать с улиц своих малолетних детей, которые часто используются организаторами провокаций. Всем, кто принимал участие в ночных патрулях, добровольцы муниципальной дружины, священники, самообороны, автомайдан, варта-1, не знаю, если честно, что это такое, сейчас уточним, афганцы, спортсмены и другие. Всем большое спасибо. Расслабляться нельзя. Очевидно, реализуется чужой сценарий по дестабилизации ситуации во Львове, заявляет мэр этого одного из самых красивых городов, скажем так, мира. Хорошо. Итак, Андрей Садовый у нас на линии. Алло, 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 нас слышно? Добрый день, слушаю вас. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня такие вот вопросы, ну помимо традиционного вопроса, что сейчас происходит во Львове, у меня вот такой вопрос. Что значит, ваши слова, реализуется чужой сценарий по дестабилизации ситуации во Львове? Что это за сценарий? Кто его там реализует? На сегодняшний день, благодаря львовянам, во Львове очень хорошая стабильная ситуация. Все, конечно, очень серьезно напряжены, потому что то, что происходит в Киеве, убийство людей, это унижение людей, это трагедия. Это гуманитарная катастрофа, я в этом уверен. И, как вы знаете, три дня назад у нас была ночь гнева, когда много людей вышли на улицы и были проблемы с райотделами милиции. Они перестали фактически работать, и город взял на себя сейчас полностью вопросы безопасности, организовал патрулирование, и мы вошли в нормальную рабочую жизнь, когда весь транспорт работают, люди работают на предприятиях, медицина, коммунальные предприятия. В принципе, сейчас ситуация стабильная. То есть нормальная, абсолютно, как говорится, мирная жизнь во Львове. Все-таки, Андрей Иванович, скажите, пожалуйста, что такое чужой сценарий по дестабилизации ситуации? Кто там этим занимается сценарием? Кто там пытается дестабилизировать ситуацию во Львове? Что это за силы такие? Ну, понимаете, когда вместе собирается несколько тысяч людей, и когда им бросать разные радикальные гасла, они могут на это поддаться, просто под влиянием эмоций. И есть некоторые информации, что когда ишли на милицейские участки, то были среди людей и чужие, которые просто использовали людей. Но сейчас этого уже невозможно, потому что мы взяли все под контроль, и милиция, в принципе, получила очень большой урок. Я думаю, это урок жизни для них. Сегодня они полностью сотрудничают с городским советом, потому что понимают, что сегодня во Львове есть эффективно избранная власть, и они максимально готовы исполнять свои функции, но уже под контролем городской власти. Я понял. Андрей Иванович, скажите, пожалуйста, вот эта вот информация, которую мы наблюдали несколько дней, и по видео, и по линиям информационных агентств, то, что блокируются на Западной Украине военные городки, о том, что, ну, мы даже видели там вот эти переговоры, когда один офицер в окружении, значит, толпы протестующих людей говорил им о том, что он не собирается выводить там своих солдат с территории военного городка, потому что там оружие нужно, чтобы кто-то это охранял. Ему говорят, выводи, выводи, охранять будем мы сами. И потом пошел поток информации, что захватываются склады с оружием в военных городках. Соответствует действительности все это? Значит, ни одна единица оружия на военных городках не была захвачена. Если говорить о вот этой дискуссии, которая была, там вина начальника воинской части, который вместо того, чтобы на территории части было спокойствие, начал маневры. А люди же это видят в здании, которые находятся близко от части. И, в принципе, это спровоцировало вот эту ситуацию, которая была. Потом начал БТР пытаться выехать из части. Ему сказали не выезжать, потому что люди против. Эти же сами солдаты, которые там находятся, офицеры, они категорически против куда-то ехать и выступать в военных действиях. Они хотят жить мира. Они ни на ту, ни на другую сторону не хотят сваливаться, да? Они просто хотят быть воинской части и не хотят умирать. Потому что те команды, которые сегодня получают некоторые офицеры внутренних войск, это преступления. Потому что когда стреляют по людях, и вы видите, уже на сегодня показывают, что примерно 50 человек убитых. Это катастрофа, это гуманитарная катастрофа. И за это все надо будет кому-то отвечать. Обязательно. Да, Андрей Иванович, еще такой вопрос. Вот скажите, говорят, что действительно там западная часть Украины, она вот поддерживает тех, кто протестует на Майдане. Восточная часть Украины поддерживает, ну не так, не поддерживает президента Януковича, а просто не поддерживает те силы, которые сконцентрированы на Майдане. Как вы считаете, вот такая вот история на Украине, она может закончиться действительно тем, что Запад начнет жить своей жизнью, Восток своей и так далее? Это не украинские сценарии. Украина единая страна, и никто не допустит его разделения. Я для этого буду делать все возможное. Есть одна проблема. Есть люди, которые живут в Украине. Есть олигархи, которые зарабатывают очень большие деньги. И для этого им надо, чтобы люди работали за маленькую зарплату и молчали, ничего не говорили. А людям это не понравилось. И люди вышли под контролем. И сегодня на Майдане очень много людей и из Востока Украины, и из Донецка, и из Харькова. Просто, да, большинство людей, конечно, это киевляне, это западная, центральная Украина. Но, понимаете, то, что они делают, они говорят. А на Востоке иногда люди просто молчат, боятся говорить. Потому что все-таки вот эта вот бацилла советской власти, которая была, она очень сильно повлияла на людей. Все-таки западная Украина, тут советской власти было намного меньше. И, конечно, свободы было намного больше. Я понял. Спасибо большое. Это был Андрей Иванович Садовый, мэр города Львова. С последней информацией о том, что происходит в этом, в столице, скажем так, западной части Украины. И еще вот я только что, значит, получаю информационную ленту. У меня идет Интерфакс. Львовским милиционерам удалось изъять более половины похищенного в ночь на среду оружия. Было похищено 1189 единиц, которые исчезли из райотделов. Сотрудники милиции уже это оружие вернули. Его изымали у граждан. Об этом заявляет на пресс-конференции начальник главного управления Министерства внутренних дел во Львовской области Александр Рудяк. По факту кражи оружия возбуждено уголовное производство. Мы сейчас прервемся, вернемся в эту студию через несколько минут и продолжим наш разговор. Еще раз добрый вечер. Это радиофинам.фм. Частота 99,6. В студии Роман Бубаян. Продолжается информационный канал. Тема этого канала нашего сегодня. Ситуация на Украине. Напомню телефон в нашу студию. 65 10 99,6. Любой из вас может позвонить и высказать свое мнение о событиях на Украине. Может поучаствовать в нашем разговоре. И даже попробовать спрогнозировать чем все может закончиться в Киеве и в других городах Украинской Республики. Значит вот последние новости. Число погибших в ходе беспорядка в Киеве достигло 64 человек. Это Минздрав Украины сообщает. Число погибших в ходе беспорядок. Да, это Министерство здравоохранения Украины по линии РИА Новости. 26 народных депутатов, членов так называемой антикризисной депутатской группы, выступили за переизбрание председателя Украинского парламента и передачу этой должности оппозиции, а также избрание нового премьер-министра, кандидатуру которого поддержат все парламентские фракции. Мы поддерживаем предложение Сергея Тегибко о необходимости срочного переизбрания председателя Верховной Рады. Также требуем срочно избрать нового премьер-министра, кандидатура которого будет поддержана всеми фракциями. Это заявление группы украинских депутатов, и текст этого заявления был озвучен в эфире телеканала Интер. Депутаты считают, что необходимо как можно быстрее создать парламентскую комиссию для расследования событий, которые привели к многочисленным жертвам в Киеве. Кроме того, они требуют проведения конституционной реформы и возвращения к парламентской президентской модели управления Украиной. Ранее в четверг народный депутат Украины от фракции партии регионов Тегибко выступил за то, что для урегулирования кризиса в стране необходимо срочно предпринять ряд шагов. Вот эти шаги такие. Отставка спикера парламента Владимира Рыбака. Срочное избрание премьер-министра, которого поддерживают все фракции. Да. Значит, вот такие вот новости. Вот такие новости. Президент России Владимир Путин заявляет о том, по крайней мере об этом говорит его пресс-секретарь Дмитрий Песков, что президент трактует все события на Украине как попытку государственного переворота. По словам Пескова, Путин возложил ответственность за происходящее на Украине на экстремистов. По мнению президента, вся ответственность за то, что сейчас происходит на Украине, лежит именно на экстремистах, заявил его пресс-секретарь. В Москве решительно осуждают насилие со стороны радикальных элементов, которые, собственно, в нарушении всех достигнутых ранней договоренностей и воспользовались выполнением условий об амнистии ранее задержанных, сразу же приступили к насильственным действиям. Очевидным является одно, что в ситуации, когда экстремистские элементы устраивают то, что сейчас происходит на Украине, на Украине именно урегулирование этой ситуации является приоритетным вопросом, сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия продолжать выдавать Украине кредит или подождет. Песков также подтвердил сообщение украинских СМИ о том, что президент Украины Виктор Янукович вчера действительно звонил Владимиру Путину. Песков назвал уткой сообщение некоторых СМИ о содержании разговора. Президент России не давал и не дает советов украинскому коллеге, как и что делать, и не имеет в виду давать советы в дальнейшем. И сегодня же о ситуации в сфере нашего экономического сотрудничества с Украиной говорил премьер-министр России Дмитрий Медведев. И давайте послушаем, как это звучало. Мы, конечно, с украинскими партнерами сотрудничество продолжим по всем направлениям, по которым договаривались. Будем стараться делать все, чтобы исполнять те обещания, которые им давались. В то же время для этого необходимо, чтобы сами партнеры были в тонусе, и чтобы власть, которая на Украине работает, была легитимной и эффективной. Чтобы об эту власть, как от тряпку ноги не вытирали, власть должна сконцентрироваться для того, чтобы защитить людей. Только в этом случае можно развивать полноценное экономическое сотрудничество. Просил бы других членов правительства придерживаться этой позиции. Вот такая достаточно, скажем, не очень дипломатичная характеристика, которую Дмитрий Медведев дал властям Украины. Достаточно резкое заявление, согласитесь. Что это значит? Это значит, что мы действительно готовы иметь дело с Украиной, продолжаем сотрудничать. Но только после того, как будет понятно, с кем именно это сотрудничество осуществлять. Делегация ЕС, в которую входят министры иностранных дел Польши, Франции и Германии на встрече с президентом Украины Виктором Януковичем, возможно, смогла достичь компромисса с ним. Об этом сообщает интернет-портал польской газеты Выборча. Между тем, польский телеканал ТМВН-24 сообщает, что вырисовываются шансы на компромисс относительно сокращения срока президента и парламента, выработки новой конституции в течение нескольких месяцев и проведения к присяге нового правительства в течение нескольких дней. Министры иностранных дел Польши, Франции и Германии, напомню, прибыли в Киев на переговоры с президентом Украины Януковичем и представителями украинской оппозиции. Ну и здесь, я думаю, будет уместным еще раз напомнить позицию Евросоюза. Ряд стран ЕС выступает за введение точной санкции в отношении представителей украинских властей, которые, по их мнению, виноваты в эскалации конфликта. Кроме того, ЕС выступил с призывом к властям Украины, к проведению конституционных и экономических реформ, а также к проведению выборов. Ну, что здесь мне кажется немножко странным, я не понимаю, каким образом в течение нескольких месяцев можно привести, можно, значит, выработать новую конституцию. Если вырабатывают новую конституцию и в этом заключается компромисс, то, значит, снимается требование по поводу возврата Украины к конституции 2004 года. Это раз вопрос. И, во-вторых, в течение нескольких дней привести к присяге новое правительство. Ну, ладно, подождем, когда эти новости появятся на лентах информационных агентств России и обсудим потом вот это вот все с нашими экспертами. А сейчас я хочу поговорить с Александрой Погорелой. Это жительница Киева. Это жительница Киева, просто обычный человек, который живет в украинской столице. Александра? Да, Роман, приветствую вас. Да, здравствуйте, здравствуйте. Ну, как там у вас дела? Скажите, пожалуйста. Ну, очень горько, конечно. Слов каких-то не остается свободных. Такой весь город погрузился в тишину и только стыд и отчаяние. Вот чувства, которые сейчас каждый киевлянин, конечно, испытывает. То есть вот эта вот тревога, она все-таки в воздухе ощущается, да, практически физически? Более того, она физически проявилась именно сегодня. С сегодняшнего дня они работают все офисы столицы. И мы видим ажиотаж во всех продуктовых магазинах. Все скупают в эти, да? Банки. Все, да, да, все практически скупили. Стратегические запасы. Как это водится? Крупа. Ну да, соль, сахар, да, мука. Ну вот, жуткие очереди. И банкоматы не работают. Все отделения банков экстренно закрыты после обеда. И терминалами в супермаркетах уже граждане Киева тоже не могут воспользоваться. Потому в ходу только наличные средства. И это, конечно же, добавляет паники. Ну да, ведь не у всех же достаточное количество наличных денег, да? И непонятно, сколько еще нужно протянуть, как говорится, да? Да, да, в самом деле. Ужасно. А школы, вот это вот все не работает? Университеты, детские сады? Да, да, все закрыто, конечно. Ничего не работает. Транспорт в минимальном режиме работает. В минимальном режиме. Саша, я вот здесь, когда готовился, собственно, вот к эфиру, мне попадались сообщения о том, что люди переезжают на другой берег. Вот в спальные районы, где, собственно, нет никаких волнений. И вот там пытаются разместиться каким-то образом у друзей, родственников. Это действительно так? Это действительно так. Более того, сегодня экстренно все, кто имеет возможность, покидают Киев, переезжая на юг-восток страны, либо пытаются улететь, хотя бы в ближайшие курортные Египты, или в Европу, если есть такая возможность. Если есть, да. Все рейсы выкупаны, и чартеры постоянно поднимаются в небо. Все, кто имеет возможность, покидают Киев. Потрясающая история. Это такой массовый исход населения называется, да. Александр, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Сейчас мы прервемся на новости, потом дальше поговорим еще с вами. Субтитры делал DimaTorzok